11.06 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире. Наши гости живо обсуждают предстоящий наш эфир. Мы с Ольгой Балезиной здороваемся, сослушатели. Да, приветствуем всех. Приветствуем не только на 101.fm, но ещё и в прямой трансляции на сайте Эхо Кирова, в Ютьюбе, во Вконтакте, где угодно можете нас сейчас найти. И Инстаграм наш поприветствуем. Наша помощница Полина тоже с нами в студии. Спасибо большое Полине, что помогает нам транслировать происходящее. Даже звукорежиссёру. Да, и звукорежиссёру нашему Вадиму тоже большое спасибо. Сразу представляю гостей. Мы сегодня говорим о том, насколько выигрышным может быть социальное предпринимательство. И вообще предпринимательство ли это? И можно ли этому научиться? С нашими гостями Лариса Галакова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Добрый день. Екатерина Гасанова, куратор обучающего проекта «Социальное предпринимательство». Добрый день. Светлана Гельмель, руководитель детского музыкального театра «Новое поколение». Здравствуйте. И Елена Ворошилова, руководитель клуба «Нескучных студий и кружков» в городе Кирово-Чепецк. Да, день добрый. Добрый день. И мы еще сегодня будем связываться с Югрой, потому что Югра – это тот регион России, где социальное предпринимательство получило очень широкое развитие, большую поддержку и от региональных властей, ну и, собственно, опытом они своим с нами поделятся. Почему мы делаем этот эфир? Потому что, ну вот, фактически через неделю, до 23 октября, да, сегодня у нас 15-е, через неделю, стартует большой обучающий проект по социальному предпринимательству, и те вопросы, которые я озвучивала вначале, как раз они будут там в том числе затрагиваться. Кто начнет? Наверное, Лариса Юрьевна. Давайте, Лариса Юрьевна. Давайте я начну, начну с того, что у нас… К микрофону только, пожалуйста, поближе, а то еще все в масках, да. Тяжело говорить, но постараюсь громко. Ну, наверное, начну с того, что у нас в законодательстве изменения были в 2019 году, и ввели вообще понятие на законодательном уровне, раньше этого не было, что такое социальное предпринимательство, что такое социальное предприятие, и закрепили определенные критерии, какие предприятия относятся к социальным. И на самом деле здесь критерий немало, и многие предприниматели, они даже, может быть, и сами не подозревают, что являются социальным предприятием либо предпринимателем. И здесь критерии касаются и трудоустроенных граждан, мы их так называем, ну, там, социально уязвимые категории. Это могут быть лица с ограниченными возможностями, это могут быть пенсионеры, предпенсионного возраста граждане, это многодетные там семьи, это матери-одиночки. Это предприятия, которые производят продукцию для такой категории граждан, которые вот я сейчас перечислила. Это предприятия, которые реализуют продукцию, произведенные вот такими категориями. И целый блок предприятий, как раз, которые направлены, их деятельность на, скажем так, решение социальной задачи общества. Это дополнительное образование детей, дополнительное образование взрослых, это развитие культуры, это развитие науки. Вот это тоже та сфера, которая относится к социальному предпринимательству. Поэтому, например, если в предприятии торговли, да, даже торговли, выясняется, что 50% работающих являются лица пенсионного и предпенсионного возраста, и фонд оплаты труда составляет там не менее 25% на данную категорию лиц, то это тоже является социальным предприятием. Вне зависимости от того, чем торгуют, да? Ну, нет, если торгуют акцизами, да, то есть как бы акцизными товарами, то нет. А если это обычно, например, у нас такая ситуация была в одном из муниципальных образований, когда предприятия торговли или там общественного питания посчитали своих граждан, действительно, которые работают по трудовому договору, то есть это в основном пенсионеры лица предпенсионного возраста. То есть та самая категория, да, плюс с ограниченными возможностями, действительно, мы там не все можем блистать своим здоровьем, да, как говорится, плюс где-то матери-одиночки, и 50% это, по сути, действительно, люди работают, люди получают заработную плату, и тем самым предприятие сохраняет их на своих рабочих местах. То есть предприятие важную социальную функцию еще выполняет. А зачем вот их особо выделили, определили наверняка, чтобы что-то дать? Да, конечно. То есть социальный предприниматель или социальное предприятие может на что-то рассчитывать, на какую-то поддержку особую? Да, совершенно верно. Предусмотрены меры государственной поддержки для социального предпринимательства. Конечно, есть и нефинансовые меры поддержки, различные консультации, обучающие проекты, скажем так, участие в региональных и межрегиональных конкурсах, лучший социальный проект, чтобы привлечь внимание, то есть есть имиджевые мероприятия. А есть и меры финансовой поддержки. Например, это субсидии и гранты. И вот в чем особенность, что вот в 2019 и 2020 годах поддерживался именно субсидиями и грантами только социальный бизнес и только в моногородах нашей Кировской области. Это вот у нас 11 моногородов. Например, Белая Холуница, Чепецк, Стрижи, Красная Поляна, Вятские Поляны. В 2020 году нас ждут изменения. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», где планируется распространить грантовую поддержку на все социальные предприятия, предприниматели, независимо от того, где они осуществляют свою деятельность. То есть, если они в Кирове уже кончаются? Да, с 2021 года. И когда мы призывали еще вот в этом году предпринимателей включаться в реестр социальных предпринимателей, мы об этом говорили, что сегодня поддержка идет в моногородах, завтра она будет всем. И вот 2021 год уже не за горами, и вот это завтра наступает, и будет возможность на конкурсной основе поучаствовать в грантовой поддержке бизнесу, который ведет свою деятельность в таком, скажем так, социально значимых проектах, реализует социально значимые проекты и помогает, скажем так, наше общество делать лучше. Так, то есть вот эта история с тем, как можно получить грантовую поддержку, это одна из составляющих, о ней будут рассказывать. Конечно, мы все расскажем. Екатерина Касанова, да. А что будет еще? Что будет еще? Ну, хочу сказать, что вопросами социального предпринимательства я занимаюсь давно, с 2017 года. В прошлом году мы провели первый региональный обучающий курс в центре «Мой бизнес». Очень были хорошие отзывы. И в этом году также Министерство экономического развития вот попросило, вернее, не попросило, а решило провести второй проект уже с большим количеством участников, который стартует как раз через неделю. Бизнес-интенсив, социальное предпринимательство. Ну, здесь, во-первых, я хочу обратить внимание на экспертов, которые будут принимать участие. Мы выбрали... Часть экспертов — это специалисты федерального и международного уровня как раз в сфере социального предпринимательства. У нас есть Богатов Денис, город Москва, который начнет программу. Директор Центра развития социального предпринимательства Российского государственного социального университета и эксперт Министерства экономического развития. К нам приедет... Денис к нам первый раз приедет. Вчера даже уточняли с ним. Он просил, напишите правильно город, чтобы я купил правильно билет. Напишите, главное, что это Кировская область, потому что эти случаи бывают иногда. Также у нас уже не первый раз приедет Пономарёв Сергей, город Пермит. Сергей мы знаем, он даже в эфире у нас был, он очень хороший эксперт. Да, у которого очень много зарубежных стажировок. И Брусницына Анна к нам приедет уже не первый раз. Года два назад Анна приезжала проводить семинар по социальному предпринимательству. Вот такие вот особенные бизнес-тренеры. Ну, также все-таки, поскольку социальный бизнес – это бизнес, поэтому, конечно же, большинство тем, они такие же, как и для всех предпринимателей, то мы пригласили, конечно же, еще и тех экспертов, которые работают со всеми предпринимателями. Это известная в нашем городе Наталья Поздышева, которая проведет тему продвижения и маркетинга. Филипп Редер – бизнес-моделирование. Будет тема про персонал социального предприятия. Шумайлова Анна – директор кадрового агентства. Будет тема «Как привлекать финансы для социального бизнеса». Дмитрий Попов, представитель фонда «Наше будущее» из Республики Коми, об этом расскажет в прошлом году. Дмитрий также с этой темой выступал и достаточно понятно все рассказал нашим участникам. Ну и для того, чтобы как-то, скажем так, расширить географию проекта, все-таки вот в пандемии есть не только минусы, но и плюсы. Мы научились жить, работать и учиться в онлайн. Будет проведена для участников проекта, будет проведен бизнес-мост с регионом Югра. Югра – это такой регион у нас, который, во-первых, там наибольшее количество социальных предпринимателей. Ну и, конечно же, поддержка там достаточно сильная, эффективная. То есть тот регион, у которого можно поучиться. Вот, и хотелось бы, чтобы наши предприниматели и предприниматели Югры, они как-то друг с другом подружились, познакомились, рассказали про свои проекты. И в то же время мы поделились мерами поддержки, какие есть в Югре, какие есть в Кирове. Что мы можем взять, вот… Что там сработало, да? Да, да, да. И что может сработать у нас? Ну и еще будет такая тема, как социальный франчайзинг. Это тоже сейчас достаточно актуальная тема. У нас есть такой гуру франчайзинга Юлия Багушевская. Вот Юлия Викторовна как раз занимается вопросами и социального предпринимательства в том числе, и проведет вот такой вот вебинар по социальному франчайзингу, потому что очень много есть проектов, которые уже упакованы и тиражируются успешно именно в сфере социального предпринимательства. Вот. И теперь вопрос. То есть принять участие в этой обучающей программе, как, наверное, во всех мероприятиях, которые проводит Центр Мой Бизнес, могут не только действующие предприниматели, но и те, кто только задумывается об этом. Да, да. Здесь участники могут быть, участниками могут быть и предприниматели, и сотрудники, допустим, наемные сотрудники, и просто люди, которые, допустим, сейчас без работы, задумываются о создании бизнеса, хотят узнать, что это такое. То есть здесь мы не ограничиваем. А может, и люди с работой, которые помимо своей работы хотели бы еще чем-то важным заниматься, они тоже могут присоединиться. Да. У нас создан сайт проекта «Социальный бизнес 43». На нем есть вся подробная информация, все контакты и программы, поэтому можно зайти и посмотреть. И там же можно зарегистрироваться, найти ссылочку на форму регистрации. А по итогам этого проекта нужно ли будет участникам представлять какие-то бизнес-планы, или это просто вот люди будут нагружены ценной и полезной информацией, и дальше развиваться куда хотят? Ну, здесь, конечно, логическое завершение должно быть какое-то. Мы не будем заставлять всех, допустим, да, выполнять и защищать свои бизнес-проекты. Но просто я по опыту знаю, что есть люди, которые приходят именно для того, чтобы, ну, как говорят, прокачать свою бизнес-идею, вот, и они готовы выступить и защитить. Конечно, мы будем этому способствовать. А кто успешно защитит свои бизнес-проекты, получат сертификат от Центра Мой Бизнес на льготный займ, поскольку тоже социальное предпринимательство – это приоритетное направление развития экономики, и здесь предусмотрены льготные ставки. То есть есть возможность поддержку получить? Да, да. По итогам семинара? Когда, действительно, уже реально защищенные бизнес-проекты, то здесь можно получить займ. Отлично. А давайте еще про деньги. Вот вы гранты упомянули. Там какой порядок цифр, кто финансирует, вот о чем вообще речь тут идет? Ну, вот, скажем так, если сейчас, 19-20-й год, это были моногорода, и там была предельная сумма полтора миллиона, то сейчас на один проект, то сейчас Минэкономразвитие России устанавливает правила, предельная сумма, она будет определена, но не больше этой суммы. Возможно, что она, может быть, будет на условиях софинансирования и, наоборот, меньше, да, но, по крайней мере, зато мы охватим большее количество предпринимателей. Всем можем, кто у нас заявился и находится в реестре, у нас сейчас вот в реестре по Кировской области находится 38 социальных предприятий. Это много? Это не много. На самом деле заявок было больше. Собирали мы два этапа в 2020 году заявки по состоянию на 1 апреля 2020 года и на 1 июля 2020 года. Нам примерно подавали по 30 заявок в первый и второй поток, но по итогу, соответствующие всем критериям, были признаны 38. Действительно, это было немного, и мы очень много проводили работы именно с моногородами, поскольку все в пандемию столкнулись, что нахождение в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым условием получения мер поддержки. Соответственно, нахождение в реестре с отметкой, что это социальное предприятие, тоже является неотъемлемым условием получения мер поддержки. Да, поэтому мы очень рассчитываем, что в 2021 году наш реестр пополнится, но и то, сравнивая с другими регионами, на самом деле у нас немаленькое количество социальных предприятий, и от этого зависит и федеральное финансирование. То есть чем больше в реестре субъектов социального предпринимательства, тем регион имеет возможность получить большую финансовую поддержку. Мы сейчас будем связываться с Югрой. Я прошу прощения у гостей нашей студии, да, у наших предпринимателей, потому что если получится сейчас связаться, мы немножко еще времени на Югру потратим, да, все-таки их примерами вдохновимся, и перейдем уже к нашим кировским примерам, чтобы сравнить, как это все выглядит там и как это выглядит у нас. То есть насколько сложным там был ваш предпринимательский путь, какой поддержки, может быть, не хватало на первоначальном этапе, какой поддержкой вы пользуетесь, то есть как это все выстроено. У нас сейчас Мария, наш продюсер, набирает как раз. Ага, так, так, вижу, что там что-то происходит за окном. А Югра по времени далеко от нас? Плюс два часа, плюс два часа к Москве, то есть, ну, там еще обеденное время. После обеденное расслабление, возможно, уже. Не Владивосток все-таки, да? Людмила Пончетовская, руководитель Центра инноваций социальной сферы Югры, с нами на связи. Людмила, добрый день. Добрый день. Да, я надеюсь, я правильно ударение поставила в вашей фамилии. Да. Все хорошо. Правильно. Отлично. Спасибо, очень рада вас слышать. Спасибо, что вы выходите с нами на связь. Скажите, пожалуйста, Людмила, вот мы сейчас цифры выслушали от наших, да, гостей по поводу количества социальных предприятий в Кировской области, вот в реестре социальных предприятий. Это 38. Как с этим дела обстоят в Югре? Сколько их у вас? У нас их 201 на сегодняшний день, но, возможно, было бы их больше. У нас время на сбор всего был один месяц. Поэтому вот за тот период, который мы могли собрать заявки, у нас 201 подана заявка и признан статус официальный. Мы занимаем в Российской Федерации второе место после Московской области, но мы понимаем численность жителей Московской области, да, Югры. В Югре всего 1,6 миллиона человек. Вот, поэтому у нас достаточно большое количество именно предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Это порядка 4% от общего количества бизнеса Югры. И что позволяет на сегодняшний день каждый восьмой житель Югры получает услуги социальной сферы у негосударственной организации. Вот. Каждый восьмой? Вот такой масштаб, да. Слушайте, ну это очень здорово. Это хорошие такие цифры на самом деле. А как начиналось у вас все? То есть вот насколько сложным был этот путь от самых-самых первых социальных предпринимателей до вот того количества, которое есть сейчас? Первоначально, безусловно, по линии Минэкономразвития был создан ЦИС. Мы были одни из первых. В 2013 году был создан Центр инноваций социальной сферы, который на сегодняшний день является такой точкой притяжения социальных предпринимателей и мостиком, который позволяет донести до представителей власти регионального, муниципального уровня то, что необходимо для развития социального предпринимательства. Безусловно, сначала главный компонент это обучение. Мы обучали, прокачивали действующие проекты, которые уже существуют, но достаточно были слабенькие такие, скажем. После обучения мы усиливали их. И когда мы понимали, что уже большое количество проектов реализуются в социальной сфере, государство, понимая плюсы, да, плюсы это налицо. Во-первых, это конкуренция с государственными учреждениями, как следствие повышения качества, потому что у них один и тот же клиент, они борются уже за него, какие-то свои фишки, интересности придумывают. Для государства это, безусловно, сокращение расходов в части финансирования услуг, поскольку, когда бизнес заходит в социальную сферу, он заходит со своими деньгами и со своими, как я говорю всегда, извините, мозгами. Вот, это уже инвестиции привлеченные. А если брать компании, которые вот моногорода, да, вы говорили, что много моногородов, для компании тоже очень важно развитие социального предпринимательства, потому что, как правило, работают семьи, у семьи есть дети, бизнес в социальной сфере с детьми, он всегда востребован и повышает, как бы, ну, заинтересованность родителя приехать на территорию, где классное образование поставлено, да. А также это здравоохранение, безусловно, потому что мы болеем, дети наши болеют, родители и так далее. Ну, то есть, это формирование качества жизни каждого жителя. То есть, социальный бизнес способствует повышению этого качества. А вот если мы говорим о поддержке, то какие уровни поддержки социальных предпринимателей есть в вашем регионе? То есть, это, прежде всего, региональные какие-то деньги, да, и поддержка именно от властей региона? Или это федеральные какие-то деньги? Может быть, муниципальные? Ну, смотрите, у нас вертикаль власти, она всегда работает. У нас есть, безусловно, средства, которые выделяются на софинансирование в федерации. Но, учитывая, что мы регион-донор, у нас по финансированию бюджета федерального всего 39% приходит в регион. Остальное обеспечивает региональный бюджет. Также муниципалитеты предусматривают поддержки. У нас на сегодняшний день комплексная система, состоящая из пяти элементов. Образовательный компонент. Мы помогаем формировать идеи, от идеи запускать проект, да, но до масштабирования. На сегодняшний день у нас есть уже социальные франшизы в порядке семи, которые тиражируются как в игре, так и за ее пределами. Это финансовая поддержка, безусловно, реализуемая инфраструктура поддержки займа, компенсация процентной ставки, лизинговых платежей и так далее. Все эти инструменты идут через мой бизнес. У всех регионов он практически есть. И самый такой важный компонент, который у нас на оригинальном уровне принят, это передача услуг. То есть у нас государственный регион на сегодняшний день передает услугу негосударственным организациям. То есть это представители бизнеса и некоммерческие организации. Передает четырьмя способами. Либо это гранты, либо это субсидия, либо это компенсация фактически пониционных затрат. И уникальный вообще, я считаю, для меня он самый любимый, самый действенный, это сертификат. То есть рубль идет сейчас за ребенком, за пожилым человеком. То есть, ну, допустим, я как мама, у меня есть ребенок. Вот, и у нас есть кружки дополнительного образования. И я решаю сейчас, куда пойдет мой ребенок. Либо он пойдет в какой-то там дом культуры, скажем так, да, в какое-то клубное объединение бюджетное. Либо он пойдет там к Иванову, который там занимается, на мой взгляд, лучше. И вот этот рубль, который предусмотрен государству, он просто переходит и по Иванову, и все. То есть я там компенсирую разницу. Не плачу все стоя, но я себе плачу вот только разницу, которую Иванов считает, что дороже стоит эта услуга. Вот, поэтому это такой классный механизм с точки зрения развития социальных проектов. То есть вам выдают сертификат на определенную сумму, который вы можете потратить на дополнительное образование ребенка. Да. У нас есть сертификаты по ФДО. По дополнительному образованию мы опробировали. Сейчас, я сколько знаю, на территории других объектов это реализуется. У нас есть уникальный сертификат дошкольника. Что это значит, да, то есть благодаря ему, если у детского сада частного есть лицензия, и все в порядке с этой лицензией, что он получил ее, то для родителя стоимость один в один в государственном садике. Это уникально, как бы вот. Разницу как раз сертификат дошкольника, ну вот, если вкратце сказать, да, дошкольное образование, когда ребенок в детском саду, там делятся из двух частей. Образовательная услуга и уход и присмотр. Образовательная услуга компенсируется за счет федерального бюджета, а уход и присмотр за счет средств родителей, как правило, это идет. Вот. И чтобы нам сохранить равные конкурентные входные, да, преимущества, у нас предусмотрен сертификат дошкольника, который уход и присмотр как раз и частично перекрывает для частников. Вот. Есть там различные сертификаты в части пожилых людей. Это как вот резиденции для пожилых, наверное, слышали, есть такие проекты, когда вот пожилой человек с постоянным проживанием находится в таком доме. Ну и так далее. То есть достаточно большой спектр. На сегодня 49 услуг на региональном уровне, более 100 с лишним на муниципальном уровне передано. Если в объеме говорить денег, да, это 15% от общего объема, а в деньгах это 2,7 миллиарда. Ну это по итогам прошлого года, я вам говорю, цифра. И тысячи собираем этого года. Это нереальные какие-то, конечно, снилось. Да, ты Кировской области. Нет, ну я поэтому не просто вам говорю в количественных, я вам в качественных говорю, да, 15% от общего бюджета. В принципе, 15%, ну, я думаю, что тоже может каждый регион передать. И понятно, что цифры другие у нас, и себестоимость продукции другая, и зарплаты другие в связи с этим. Поскольку у нас тут логистика сложная, транспортная, климатические условия и так далее. Это все накладывает, безусловно, свой отпечаток. Но в процентном отношении, я думаю, что каждый регион может все сделать. Людмила, у меня к вам просьба будет сейчас. У нас по регламенту должна быть реклама. Можете ли вы побыть с нами на связи, не отключаться в течение полутора минут? И мы вернемся к разговору. Спасибо большое. Хорошо. Дневной разворот продолжается. Говорим сегодня о социальном предпринимательстве. Возвращаемся к разговору с Людмилой Пончетовской, руководителем Центра инноваций социальной сферы. Людмила, добрый день еще раз. Вы с нами? Добрый день. Да, да, да. Отлично. Да, мы продолжаем. У нас остается не так много времени, к сожалению. Поэтому дальше покороче все-таки. Немножечко попросим вас. Самые популярные виды бизнеса социальных предпринимателей? Как я всегда говорю, никогда мы не будем экономить на наших детях. И как всегда закон экономики работает во всем, просто рождает предложение. Безусловно, это образование дошкольное и дополнительное. Колоссальная часть это вот именно вот эти проекты. Также большая часть проектов реализуется в рамках передачи услуг по 442-му федеральному закону о социальном обслуживании граждан. Тоже достаточно большой. Поскольку государство готово финансировать эти направления, готово передавать эти услуги, бизнес стал очень активно заходить в дальнейшем. Ну и самое важное такое, какое третье направление для нас. Мы все сейчас, мне кажется, готовы за ним вести здоровый образ жизни. Все мы должники такие стали. Соответственно, у нас очень много проектов в сфере физической культуры и спорта. Это повсеместно по всей России, мне кажется, это работает. И это поднимается именно снизу востребованности от населения. Поэтому три такие наиболее масштабные ниши это вот эти три. Отлично. А есть ли какие-то вот, может быть, кейсы не самых удачных историй? То есть, когда кто-то вот заходил, да, там с горящими глазами, что называется, и потом как-то раз, и вот все заканчивалось неблагополучно. То есть, не развивался бизнес. Как много таких историй? Есть ли они? Истории, безусловно, такие есть, и это нормально. Просто нужно понимать, что нужно, да. Каждый лидер реализует свой проект. И самое важное в социальном предпринимательстве – это лидер. Если лидер горит, я всегда говорю, что социальное предпринимательство – это не механика, да, когда просчитал бизнес-процесс, идешь. Это органика, когда ты идешь от души, от сердца. И люди, которые реализуют проект в сфере социального предпринимательства, они с горящими глазами, и вот они мечтают, они спят и видят только вот этот проект. То есть, это вот фанаты такие, знаете, и если человек горит этим делом, он не остановится никогда. Бывали, допустим, у нас есть детский сад, чтобы вы сегодня понимали, вот мы сейчас акселерационную программу выпустили, новую для действующих, совместно с фондом «Наше будущее». Фонд «Рост» там у них называется. Зашел детский сад, да, у них частный детский сад, 4 там филиала, порядка тысячи у детей у них. У них оборот в месяц, порядка 20 миллионов сейчас, на сегодняшний день. Ну, понимаете, да, бизнес какой вот он. Но у этого предпринимателя был момент такой, когда она была в кредитах страшной, были провалы, и вплоть до того, что мысли были, она об этом писала, что в связи с суицидией и так далее. Но в какой-то момент она все равно выпала. Поэтому тут вопрос в лидере, если он не видит причин каких-то для торможения, находит предпринимательство, это же образ мышления. То есть не останавливаться, чтобы не произошло и двигаться. Поэтому я считаю, что как раз вся система создана, мы для того, чтобы быть на всех этапах развития социального предпринимателя. И запрос, нужно всегда ставить запрос, как говорится, разбрасывать камни, говорить, что нужно. Потому что если предприниматель ходит и не говорит о том, что его нужно, никто не догадается, что у него в голове. И инфраструктура как раз работает. То есть мы на базе фонда поддержки предпринимательства Югры созданы. 25 лет фонд работает, у нас филиальная сеть, что позволяет нам охватить практически всю территорию округа, где-то в бочном, где-то в дистанционном формате. Но мы для предпринимателей. Предприниматель знает, что это такое место, когда он всегда может прийти и обозначить проблему, и мы поможем. Поможем решить? То есть такое сообщество получается социальных предпринимателей у вас на базе центра? На сегодняшний день у нас еще такой базовый проект, есть школа социального предпринимательства. Мы тоже ее реализуем совместно с фондом региональной социальной программы «Наше будущее» с 2014 года. Там порядка уже 700 выпускников. И все проекты, которые прошли обучение в школе, они находятся на индивидуальном сопровождении. У них есть возможность всегда обратиться в центр, и мы индивидуально с каждым прорабатываем. Ну, каждому помогаете. Да, Людмила, я прошу прощения, очень мало времени у нас остается. Спасибо вам большое, что вышли с нами на связь. Вот во время бизнес-моста, конечно, можно будет поделиться опытом более подробно. Спасибо большое, Людмила Пончитовская, руководитель центра инноваций в социальной сфере. К нашим кировским предпринимательцам возвращаемся. Очень внимательно слушали, наверное, уже это уничтожилось, какая-то образовательная составляющая. Вы как раз работаете в сфере образовательных услуг. Да, верно, да, дополнительное образование. Так, ну вот я не знаю, немножечко, да, можно отпустить уже телефонный звонок, действительно, да. Немножечко каждая может о своем как бы опыте рассказать, о заходе вообще вот в проекты, и о том, как все развивалось, и какие были сложности. Во-первых, мы обе участницы первого курса обучения по социальному предпринимательству. То есть там мы и познакомились, там мы и получили первое знание в этом направлении. У меня, мой бизнес, это детский музыкальный театр. Новое поколение. Новое поколение, то есть как раз сфера, которая работает с личностным творческим развитием детей. И поэтому социальное предпринимательство мне очень интересно. Например, Елена, молодец, она уже в реестр вступила. А вы еще нет. Да, а я вот просто вижу, понимаю, опыт Югры, который сейчас увидела, например, услышала, да, помощь от наших идейных вдохновителей социального бизнеса и понимаю, что это важно сделать. То есть есть новые возможности, которые благодаря этим проектам открываются. Вот так. Да? Да. Я уже шесть лет в социальном предпринимательстве. Дополнительное образование детей и взрослых от трех, школьники и взрослые. Клуб нескучных студий и кружков. Да, верно, верно. Город Кирово-Чепецк. Город Кирово-Чепецк. Мы локально работаем там. Сложности? Да, конечно, финансы. Потому что социальный бизнес — это не у бизнеса в чистом виде. Это действительно идея, которую хочется нести, хочется приносить пользу людям. Мы это делаем, развиваемся, растем год от года по количеству, да. И в прошлом году вот действительно поучаствовали в обучении от моего бизнеса в первом проекте. В этом году вот через две недельки он снова стартует. Через недельку? Через недельку, да, вот уже. Придем, конечно, безусловно, снова. Будем слушать, потому что, ну, реально крутые спикеры. И для нашей области сбор всех спикеров, всей этой крутой информации в одном проекте. Это удобно очень, конечно. Это здорово, да. Будем слушать, будем внимать. Это бесплатный проект. Почему в нем не участвовать? Почему туда не ходить надо обязательно? Елена, у меня к вам вопрос. Вот вы говорите, что на протяжении нескольких лет уже работаете. Как много у вас сотрудников и как много у вас получателей? Ну, что у нас детей, детей как много. Получатели услуги, и если сосчитать и детей, школьники, дошколята и взрослые, тети и пенсионерки у нас тоже получают услугу. Это около 300 человек. 300 человек. Да. На Щепецке это хорошая такая цифра очень. Но год от года, правда, растем. То есть начинали, ну, вот реально с двух групп, с 40 человек. Ну, дальше, дальше, дальше. А сотрудников? Сейчас у нас все сотрудники, в основном, совместители. Основные сотрудники три человека. А совместители еще сколько? Ну, это те дополнительно приходят проводить занятия. Да, они приходят проводить занятия, да. Они совместители, их еще четверо. Понятно. То есть семь человек, семь рабочих мест. Это хорошо. А вот скажите, среди мер поддержки каких-то... Мы получали неоднократно грантовую поддержку. Вот помимо финансов, наверное, это номер один то, что требуется, да? Мы получаем поддержку. Какие-то идеи, то есть, ну, прям новые какие-то идеи, либо образование, либо что-то еще, что нужно и чего пока не дают. Есть такое вот это? Мы стараемся именно на это и работать. Мы стараемся давать услуги, которые не предоставлены муниципальными кружками. Нет, вот вам, как социальному бизнесу, что нужно? Идеи. Вам нужны данные. Идей всегда куча. Какие-то, ага. Я скажу, наверное, то, что все-таки тот, кто любит свой проект, тот, кто его несет людям, у него идей, и именно УТП очень много достаточно. То есть, чем он отличается и от муниципальной структуры, и от других своих коллег по цеху, например, да? То есть, идеи-то этого достаточно. Здесь, на самом деле, важно получить какую-то поддержку, потому что ты, как бизнесмен, понимаешь, что, например, тебе важно сделать стоимость клиента, допустим, да? Доступной. Доступной. То есть, мне, как бизнесмену, важно сделать ее такой. Чтобы к вам пошли. Чтобы я была бизнесменом, как бы, в полной мере этого слова. Но я делаю вот такую, потому что мне важно, чтобы и дошли раз, и потому что просто люблю своих клиентов и понимаю, что вот это вот планка. А у вас, кстати, сколько в театре занимается? У нас 200 деток. Мы тоже от дошколят, от трех лет до 16. У нас детский музыкальный театр. Группы очень разные. Там 17-20 групп у нас и 200 ребяток. До вас мы еще дорастем. А есть необходимость в какой-то помощи не финансовой и не идейной? Например, с законодательством какие-то? Это актуально, это еженедельно актуально. Это просто вот, во-первых, это всегда образование и быть компетентным по всем современным вопросам. И законодательным, и, допустим, и ведение бизнеса в том числе. То есть, постоянно учеба, постоянно развитие, это уже очень важно. И вот я благодарю такие структуры, которые нам помогают в этом. То есть, это тоже огромная поддержка. Потому что замминистра эконом-развития. Есть, есть, действительно, там очень тонкая грань между некоммерческой организацией, которая, по сути, оказывает платные услуги, и коммерческой организацией индивидуальным предпринимателям, социальным. И поэтому здесь, конечно, не пахано поле для совершенствования законодательства, и федерального, и регионального. И для этого и проводятся мероприятия, конференции, и форумы. И мы транслируем тоже и на федеральный уровень, чтобы совершенствовать законодательство, и поддерживать части там льготной аренды для социальных предпринимателей. Может быть, там для безвозмездного предоставления помещений для социальных предпринимателей. То есть, здесь есть куда совершенствоваться, есть куда двигаться. И здесь мы, конечно, социальный бизнес мы слышим. И неоднократно мы транслировали именно эконом-развитие России, что не только в моногородах, а везде нужна поддержка. Вот, наконец, прислуждаются. Да, да. Мы согласны. Поэтому, действительно, конечно, меры поддержки нужны. И имущественные, и финансовые, и не финансовые, и по совершенствованию законодательства. И данная тема развивается, и еще дальше будет развиваться социальное предпринимательство. Поэтому здесь, конечно, совместная работа и бизнеса, и власти, и общественных объединений, она, конечно, даст тот результат, что у нас бизнес будет развиваться в социальной сфере. Минута у нас остается до конца эфира. Спасибо большое, Светлана, Елена. Те, кто придет на семинар, да, и кто примет участие в обучающем этом курсе, я думаю, что смогут с нашими гостями пообщаться еще, да, более подробно. У кого есть мысль в этой же сфере, например, что-то сделать, наверняка опытом вы поделитесь. Я напоминаю, что 23 октября стартует вот этот обучающий проект. Он почти месяц пойдет, там разбита все очень грамотность программы. Можно ознакомиться на сайте социальныйбизнес43.рф. Там же можно найти ссылочку на форму заявки. Это обязательная история, то есть так просто не получится, нужно зарегистрироваться. Благодарю наших гостей. Лариса Галакова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Екатерина Гасанова, куратор обучающего проекта социального предпринимательства. Светлана Гельмель, руководитель детского, молодежного, а музыкального, простите, театра «Новые поколения». Елена Ворошилова, руководитель клуба нескучных студий «Кружков» город Кирово-Чепецк. Следите, пожалуйста, за новостями. Новости все появляются на портале «Мой бизнес», в том числе, насколько я понимаю, да? Или все-таки на социальном предпринимательстве 43. Спасибо. Дневной разворот, первая часть на этом завершена. Про бизнес продолжим и про маски.